Всем привет! С вами Илона. Сегодняшнее видео будет посвящено органайзерам. Сразу хочу сказать, что рассказывая вам об использовании этих органайзеров, я вам уже говорила как-то в видео, что я их протестирую и с вами поделюсь своими впечатлениями. Итак, я буду делиться сугубо своими впечатлениями. Я не собираюсь ни с кем спорить. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я просто выскажу вам свое мнение. Итак, начнем с вот этого органайзера. Это органайзер Пако. Производство Голландии. Рассчитан он на 50 завесов вот таких ниточек. Значит, он рассчитан только для ниточек, не для парковки иголок. Ну, так как YouTube у нас такое большое рукодельное сообщество и, конечно, очень много талантливых изобретателей, девчонки все, кто там, я уже видела, попридумывали вот так вот парковать иголочки. Ну, то же самое делаю и я. Вот. Мы друг у друга всегда чему-то учимся. Вот. Значит, чем мне нравится этот органайзер? Во-первых, он такой плотный, стационарный. Очень удобно навешивать на вот эти крючочки. Удобно доставать ниточку иголочкой. Цепляете и достается. Вот она у меня сейчас. Он у меня сейчас в работе, как вы видите, да. Я сейчас шью Dimensions приятные воспоминания. Вот. И вот он у меня вот так вот задействован. Мне нравится, что здесь очень много можно использовать ниток. То есть, он на 50 штучек. Я вам уже говорила. Здесь идет вот такая вкладочка бумажечка, где вы можете написать или номерочек нитки, или любой значок. Ну, и, в принципе, прекрасно с ним вышивать. Мне он очень нравится. Единственное, что в нем, единственное, что мне в нем не нравится, это его, конечно же, цена. Вот. Я его приобретала за 330 гривен. Я вам уже в покупочках рассказывала, где я его приобрела. Итак, дальше. То есть, я... Мне он нравится. Следующий органайзер. Следующий органайзер – это ниточный и для парковок иголок. Точно так же его можно использовать. Органайзер производства Украины Вифчары. Есть такой подобный органайзер Дубко. Ну, то есть, сначала, конечно же, вышел, ну, как все знаете, появился Дубко российского производства. Потом у нас появилось вот такое на выставке, я увидела Вифчары, и я сразу же купила. Он рассчитан на 36 цветов. Про Дубко я рассказывать вам не буду, потому что я его не держала в руках и ничего вам о нем сказать не могу. Я могу только рассказать о тех органайзерах, которые использовала я. Значит, он легкий, он гибкий достаточно. Он рассчитан на 36 цветочков, на 36 цветов. Вот, вы видите, он у меня в работе. Я его вышиваю Silver Monty. У меня есть такой процесс, и я пользуюсь. У меня ничего нигде не отваливается. Я паркую спокойно иголочки. Единственные, единственные, но, значит, здесь они вкладывали такие полоски самоклеющиеся, но они не держатся. Поэтому я применила вот ценнички, да, у меня уже давно эта катушка с ценниками лежит. Я там, бывает, бисер тоже поприклеиваю номера. То есть, я вот так вот использую этот органайзер. Ну, сейчас так использую. Сначала тоже клеила эту липкую бумажку и на двусторонний скотч, но он, в общем, плоховато держится. В итоге вот такой вот результат. Чем он мне нравится, что его классно брать в дорогу. То есть, в дорогу он легкий, он не занимает много места. Есть у меня еще один процесс, где я шью кружева королевы Анны. Я тоже задействую еще один вот такой вот органайзер. Я его вот так вот, он в сложенном вот таком вот виде, у меня хранится в металлической коробочке. Вот. То есть, этот органайзер можно использовать, и мне он тоже, тоже нравится. Ну, и стоимость он тоже нравится. Он в районе 60 гривен. Ну, на выставке я его брала за 57 гривен. Ну, то есть, вот такой вот органайзер. Спокойно тоже достается здесь ниточка, выдергивается. Меня абсолютно не напрягает вот это вот дело. У меня ничего не путается. То есть, я достаю любую нитку. Вот, посмотрите, да, что здесь история с нитками такая же, что здесь. Не могу сказать, что чем-то отличается тут напутывание какое-то. То же самое. Абсолютно. Что здесь, что здесь. Мне нравится и тот, и другой. Далее. Хочу вам еще поделиться с вами своими наблюдениями такими, да. Вы знаете все, что я люблю всякие бескорнёшечки маленькие делать и так далее. И заказывают у меня тоже такие штучки. О чем хочу поделиться. Хочу поделиться с вами о том, что можно совмещать как бы вещи такие, что несовместимые. То есть, о том хочу сказать, что можно все-таки экспериментировать. Вы видите сейчас знаменитые горошки, да. И если так посмотреть, то разве можно его использовать с хардангером, эти горошки. Но мне показалось, что можно. Мне так захотелось. И я использовала. Но я здесь применила немножко две какие-то по структуре, две другие ткани. Да, они одного каунта. Верхняя ткань это Белфас 32 каунта. И нижняя часть шоколадного цвета это Мурана 32 каунта. Чем они разные? Естественно, верхняя ткань Белфас 32 каунта это 100% лен. То есть, ткань более тонкая, более, как бы, по структуре такая, более рыхлая чуть-чуть, да. Вот. А вторая ткань, она более Мурана, которая в составе этой ткани где-то примерно. Ну, в примерном соотношении я вам скажу, что это 50% вискозы, 50% хлопка. Она более плотная, вот эта ткань. Как оказалось, все эти две ткани можно прекрасно совмещать и даже очень интересно. Потому что вот эти горошки, где нанесена краска, да, но она не смывается, кстати, при стирке, чтобы вы знали, можно спокойно использовать. То есть, она по плотности такая же, как и эта, за счет краски. Ну, и достаточно так интересно получилось. Значит, ниточки, которые я здесь использовала, это такая, знаете, у меня без корнюшка родилась любовь к шоколаду. Я люблю шоколад и вот у меня вот такая вот любовь к шоколаду. Почему-то она мне такая вся шоколадная, вкусная. Да, и использовала я, хотела поделиться с вами. Приобрела вот такую ниточку, это кировская ниточка, ирис. Кстати, ну, в принципе, неплохая нитка, 100% лупок, она рассчитана для того, чтобы ей вязали крючком. Ну, я крючком не люблю вязать, немножко умею, но это не мое. Я ее использую для вышивки в хардангере. Значит, когда я ее покупала, здесь нет ни номера, ни номера цвета, ни номера толщины нитки самой. Я не знаю, почему так, но вот нету. И для меня это загадка, почему нет. Может, кто-то подскажет, может, где-то они на каких-то упаковках больших или что печатают, где можно обозначить какая-то толщина нити, какой цвет. Значит, я ее брала чисто визуально, да, вот визуально посмотрела, в принципе, должна подойти, можно попробовать. Один моточек, но использовала в этой работе. Значит, в этой работе нитка лежит, конечно, более плотно, потому что это 32 каунт. Все-таки эта ниточка больше подойдет для 27-го, для 28-го каунта равномерного переплетения, чтобы использовать ее в хардангере, да. Ну, это делим пополам, естественно, 27 на 28 на пополам, это рассчитано на 14-ю конвой, если там кто не знает, да. Вы берете каунт, делите его пополам и получаете номер конвы. Это так уже вам для информации, может, тоже кто-то не знает и будет полезно. Вот, то есть, хочу сказать, что вот эту, в принципе, ниточку можно использовать, она не такая, по-моему, дорогая. В общем, у меня получился вот такой вот результат. Ну, в принципе, и все, дорогие мои. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии. Может, у кого-то какие-то есть свои наблюдения. Может, кто-то что-то подскажет. Может, у кого-то будут свои вопросы ко мне. Пожалуйста, спрашивайте. Всегда рада с вами поделиться. И спасибо, что вы меня смотрите. Я вам очень благодарна за это. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...